Законодательство говорит о разумном сроке, да, то есть предполагается, что любые работы, которые должны быть выполнены, имеют свой разумный срок. То есть, допустим, если вы обращаетесь в компанию строительную, которая говорит, что сделает вам ремонт за два месяца, значит, этот срок примерно таким и должен быть. Соответственно, если говорить о разумных сроках, можно дольщику вести себя следующим образом. Он может обратиться в 2-3 компании, получить смету на устранение этих дефектов, понять, сколько примерно средняя арифметическая стоимость устранения этих дефектов и одновременно понять, в какие сроки компания обещает устранить эти дефекты, и эти сроки будут судом признаваться разумными. Говорить о том, что любой ремонт можно растянуть на годы, ну, это неправильно. Дольщик, собирая информацию о том, сколько будет стоить ремонт, получит в состоянии получить информацию и о том, сколько составляет срок по устранению. Если эту информацию, допустим, если это месяц, но за полтора месяца, если застройщик не устранил эти недостатки, ему уже стоит беспокоиться, поскольку, ну, да, есть у застройщика такая черта, как принятие, там, административных решений, выделение, там, согласование по отделам и так далее. На это может уйти какое-то время. Но, если срок превышен уже в полтора раза, надеяться, что это произойдет в следующую неделю, не стоит. Во-первых, для того, чтобы формализовать свои отношения, дольщик должен письменно обратиться к застройщику с требованием устранить эти дефекты. Если застройщик не приступает или пропустил сроки, отведенные ему для устранения этих недостатков, дольщик имеет право обратиться в суд. Неустойка по задержке передачи квартиры, она исчисляется в днях, да, там идет 1,150 ставки рефинансирования, но ныне это ключевая ставка в день. Соответственно, сколько дней составила просрочка, столько дней, в общем-то, неустойка и не исчисляется. Что касается штрафа, то здесь положение следующее. Вынося решение, суд определяет, ну, скажем так, степень денежной вины застройщика. Вот эта сумма, которая полагается дольщику, от нее берется половина и еще добавляется дольщику за то, что застройщик не выполнил законные требования потребителя, которые были предъявлены застройщику. Именно поэтому необходимо предъявлять претензию с требованием по устранению недостатков, поскольку ну, во-первых, по некоторым требованиям предусмотрен обязательный претензионный порядок, а во-вторых, это экономически выгодно, поскольку потребитель обращается и его законное требование не выполняется застройщикам, и это уже дает право дольщику требовать еще 50%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова